вы регулярно записываете новости про украину теперь я вам предлагаю записать небольшой выпуск такой небольшой совершенно мы с вами обсудим три новости российские снова уже с украинским жестом президент россии владимир путин и президент сша джо байден встретится в женеве 16 июня чего ждаете этой встречи ничего я не ожидаю этой встречи к сожалению то есть настолько все запущено что слава богу что встретятся говорят хотя никаких разрядок перезагрузок фантастических подарков друг другу уступок ясно что мне будет но там главное чтобы хоть немножечко лидеры крупнейших сверхдержав мира отвели часы апокалипсиса назад которые уже мне кажется просто настолько близки к полуночи что пора что-то делать но своих эфирах вы особо не жаловали байдена но сейчас складывается картина будут действительно сша намерены стабилизировать отношения с российской федерации даже мы давно жалым ну сергей лавров говорил про то что при трампе было хуже даже отношения чем сейчас вот как кажется что администрация байдена лавров такой не говорил что при трампе было хуже то есть вообще в принципе все хуже и становится с америкой сначала началось при обаме потом трамп трампа администрация то поддержалась но сейчас как показалось ему при встрече ушел и чем блинки нам рыбнулась блинкин ему показала что действительно сейчас в сша намерены стабилизировать и на готовы серьезно разговаривать по моему так там да да ну пусть поговорят но это принципе ничего плохого в разговоре нет еще раз да да люди с разными точками зрения разговаривают то может быть там найдется какой-то взгляд одинаковый на вещи и я еще раз говорю что главное просто эта стратегическая стабильность чтобы никто глупости не понаделал день там условно говоря условную ядерную бомбу я там утрирую не не взорвал да еще одну войну не развязал поэтому надо немножечко просто вот сбавить жар трамп или байден да одинаково но вообще в принципе до трампа считалось что россия лучше с республиканцами потому что условно говоря такая этот статского поменялось и вообще сбились все часы и все правила уничтожены но раньше такая такой был расклад если грубо республиканцы всегда говорили что россия наш противник но мы будем с вами разговаривать потому что без вас никак и вы без нас никак а демократы всегда говорю о клюва россия давайте дружить вот и делали те же самые гадости что республиканцы просто при этом говорили что будем дружить поэтому традиционно легче с республиканцами но трамп эту картину поменял поэтому никто из них не вызывает ни мои ни малейшей симпатии следующая новость с утра 27 мая полицейские пришли с обысками к нескольким членам незарегистрированной либертарианской партии россии в москве и красноярске обыски связаны с делом о перекрытии дорог возбужденными после акции поддержку алексея навального 23 января всего обыски начались по семи адресам первым о приходе полицейских сообщил член федерального комитета лпр игорь ефремов по его информации сообщает что всю технику у него отобрали от ваше отношение к либертарианской партии учитывая что вы идете на выборы в госдуму и вообще отношение к тыку к такому роду обыском это вот элемент запугивания ли это просто обычная юридическая какая-то процедура вы же сами в своем вопросе фактически на него ответили за перекрытие дорог ну перекрытие дорог в любой стране это преступление и за преступление я считаю надо отвечать будь ты в либертарианской партии или в единой россии не имеет никакого значения что касается либертарианской партии то это конечно там одна из небольших глупостей которые можно придумать вообще прист принципе почему что выступать одновременно за полную свободу наркотики проституцию и казино не знаю выберите из удовольствия какое-нибудь одно и отстаивайте но так мне кажется что это просто утопические мысли и реализовать где либертарианские идеи такое знаете хиппи общество хиппи мир надеюсь им никогда не удастся вот вы сказали то что нужно отвечать нам прошло четыре месяца кстати 23 наряне перекрыли сейчас уже у нас 20 ничего 9 наступает самое главное что это самое главное чем не хватает у нас дает неотвратимость наказания то есть понятно что и законодательство и правосудие не должно быть выборочным оно должно быть для всех здесь есть пробелы в нашей стране тем не менее за перекрытие дорог надо наказывать ну чё тут ну чё такого-то бы все правильно можно представить обыски в лдпр за перекрытие дорог нет словно если допустим какая-то другая это другое нарушение закона российского ну и если представитель любой партии перекроют дорогу они будут наказаны ну это абсолютно точно вот вы наверное знаете про такую новость на этой неделе что кстати она будет интересно рада леста да как возможного блюда мы хотим сделать депутату мы хотим сделать передачу нас там вот мы не говорим же про проблемы вы говорите но мы вот следующую пятницу готовим большой репортаж наш тем давайте сначала проговорю эту новость потому что многие не знают многие будут смотреть в украине и не знают эту новость производители производитель бытовой химии доместас объявил россии конкурс худших школьных туалетов чтобы принять в нем участие нужно отправить фото туалета на специальный сайт школочки туалета будут признаны самыми худшими по итогам голосования на сайте получат бесплатный ремонт санузлов и годовой запас моющих средств доместас люди сейчас делятся фотографиями и жалуются на состояние уборных по словам некоторых из них детям приходится отпрашиваться чтобы сходить в туалет домой на данный момент в конкурсе лидирует санузел улице номер 44 в чебоксарах директора лицея ольга чурбанова заявила изданию подъем что рада этому потому что другой возможности отремонтировать у нее туалет школе нет кошмар ночью ну слушайте если теплых туалетов не там кстати все которые выкладывали хотя бы теплые были но и вы есть проблемы да есть проблема ждать нужно да на россии 160 минут что будет об этом вообще без проблем ну конечно да да про теплый туалет мы тоже рассказывали еще один миф до что этого нет вы помните кто сказал про отсутствие теплых туалетов кто сказал просу спикер совета федерации валентина ивана матриенко да то есть это же ну что проблемы замалчатся было бы глупо если бы сейчас россии говорили что проблем больше нет и да нет ну конечно не есть у нас огромное количество проблем да у нас гигантское количество людей которые получают минимальные деньги там и мы понимаем что там эти 13 процентов сейчас 12 кстати 6 бедных это на самом деле не понимаете тоже опять же мы не будем говорить по поводу это меньше потому что еще раз говорю это не еще и за да потому что если на 1000 больше то это уже не бедный фу это уже не бедный да я имею статистику мы еще раз говорим о том что дают почти 13 процентов населения которые считаются бедными они на самом деле нищие вот я об этом конечно надо исправлять учитывая что вы пойдете в если возможно вы будущий депутат парламент если народ доверит мандат да почему вот даже на таком мелком уровне казалось бы люди с чебоксара отправляют фотографии чебоксара там саратова и другие недостаточно налаженная коммуникации об этом самом начале говорил между властью и населением то есть власть часто думает что она здесь и население здесь а на самом деле вот так вот и все и это нужно власть имущим понять что они так такие же люди и что они будут ходить в те же самые туалеты что же чебоксарские школьники когда они будут в них ходить тогда все будет нормально вот и еще раз это не привилегия там быть депутатом или работать в исполнительной власти это большой громадный труд я знаю чиновников которые фактически дома не живут на работе живут слава богу таких все больше и больше они много работают и достаточно эффективно а знаю те кто филонит и воспринимает свои должности как просто вот наконец-то я обладаю кусочком власти поэтому в этой связи надо немножко приходить в сознание целому классу чиновничему и понимать зачем их нанял на эту работу народ и если придет осознание что наняты народом живут на наши налоги то немножечко они спустятся на землю будут заниматься своей работой они собственным устройством своих золотых туалет спасибо евгений спасибо вам спасибо